Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем, и сегодня у нас новое видео на проекте Amazon Holy Play. В этом видео я покажу, сколько зарабатывает владелец личной компании, какая у него прибыль за все время и сколько он зарабатывает в день. Я думаю, вам это будет интересно, потому что об этом, по-моему, еще никто не снимал, и надеюсь, что я буду первым. С вас обязательно лайки, и не забывайте подписываться на канал. Давайте попробуем до лета набрать 16 тысяч подписчиков. Также хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод, пишите вместе с капсом Кирилл Геем. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Holy Play. Сейчас я направляюсь именно к той компании, в которой я состою. Мне, так сказать, основатель этой компании любезно предоставил замку и разрешил снять видео, показать финку и сколько он вообще зарабатывает. Поэтому, пацаны, кто хочет, в принципе, можете вступать в его компанию. Компанией владеет Влад Реал, получается. Я не знаю, номер его телефона оставлю в комментариях, если что, можете с ним связываться. И если будет место, он вас может принять к себе. Ну что ж, вот я уже приехал в компанию, находится она в Южном, возле ОПГ. Давайте я вам на карте покажу. Возможно, кто это не знает, хотя Влада на компанию уже не один раз занимала первое место, типа за три часа. Поэтому, я думаю, многие знают его в компанию. Но кто в Фоме моей состоит, то точно знает его компанию. И в ней находятся даже некоторые люди. Вот эта компания здесь находится, вот в этом месте. Вот Южный, получается. И здесь находится, если что, его компания. Эту компанию он купил, если что, по хвосту, как только их добавили, купил он ее за 30 миллионов. Вот, давайте покажу вам. Компания называется Реал. Владелец Влад Реал. Количество сотрудников 30 человек. То есть, сейчас мест в компании вообще нету, потому что максимум можно иметь в компании, это 30 человек. Количество грузовиков 9 и комиссия 11%. Давайте я вам покажу, сколько грузовиков вообще, ну какие грузовики есть в компании. Возможно, это тоже кому-то будет интересно. И потом уже покажу вам, какая прибыль у этой компании. Вообще, за все время, как только он купил и сколько он зарабатывает в день. Итак, пишем команду C-меню, получается. У меня здесь замка есть, но я не знаю, скорее всего, он потом меня и заберет. Может быть, не заберет, я, короче, не знаю. Пишем C-меню и здесь есть автопарк. И вот у нас, получается, Влад даже сейчас работает на КамАЗе в своей компании. Димка Банмор тоже сейчас у нас, но я не знаю, он сейчас стримит Дима, и поэтому его к себе приняли. В принципе, он сейчас на Магнуме катается. Возможно, он здесь останется, возможно, пойдет в другую компанию, я этого не знаю. Вот у нас, короче, 5 КамАЗов есть, 2 Газона, то есть 2 Газели и 2 Магнума. Я считаю, это очень даже неплохо. Ну что ж, я думаю, вам самое интересное, это именно финночка. Давайте я вам покажу. Вот, нажимаем финансовый отдел. Здесь будет показана, в принципе, вся финка, пацаны. Статистика задеть. Давайте посмотрим сначала статистику за день, и потом посмотрим статистику за все время. За все время это сначала покупки. Он ее купил, и уже тогда уже началась считать, типа, прибыль. Я думаю, это понятно. Так, статистика за день, пацаны. Общая прибыль компании. Это за сегодня, я так понял. Ой, лям 150, короче. Прибыль за сегодня. Количество выполненных контрактов, 311 трейсов, пацаны, уже сделали за сегодня. Это довольно-таки много. Компания заработала сегодня уже 705 тысяч рублей. Примерно финка в день получается где-то миллион. Может быть, даже 2 миллиона. Давайте нажимаем назад и обратно нажимаем. Финансовый отдел. И здесь выбираем статистика за все время, пацаны. Я думаю, вам это будет интересно. Нажимаем и смотрим. Общие расходы компании. 5 миллионов, да, получается? Да, по-моему, 5 миллионов. Это расходы, это оплата за грузовики и оплата за компанию, в принципе. Я думаю, это понятно. Так, следующее. Общая прибыль компании. За все время компания заработала, пацаны, 17 миллионов. Это довольно-таки тоже нормально. Количество выполненных контрактов. Это за все время сделала компания рейсов в общем. 5 тысяч 508, пацаны. 5 тысяч рейсов просто за все время. Компания заработала 12 миллионов. Всего компания заработала вообще 17 миллионов, но 5 миллионов очень на расходы. И чистая прибыль составляет 12 миллионов, пацаны. Это довольно-таки неплохо. То есть, получается, сколько? Уже месяц прошел с обновления. За месяц он заработал уже 12 миллионов. Ну, плюс он покупал грузовики, получается. На грузовики он потратил, по-моему, 60 миллионов. 60 миллионов он потратил на грузовики. Это он купил 2 Газели и 2 Рено Магнума. То есть, 60 миллионов он потратил уже на компанию. Плюс он ее купил за 30 миллионов. Это получается 90 миллионов он потратил на компанию. Скорее всего где-то за полгода он как бы окупится, но все же, как бы, заработал он пока что всего лишь 12 миллионов. Но он вчера купил новый Магнум, поэтому сейчас дела лучше пойдут. Я думаю, за месяц он уже будет зарабатывать как минимум 20 миллионов, поэтому это довольно-таки круто. Почему, пацаны, я свою компанию не купил? Да потому что, во-первых, их нету по ГОСу, во-вторых, у меня нету денег. Видите, 56 тысяч у меня на руках. Это все мои деньги. Информация о компании здесь можно тоже посмотреть, в принципе. 4 награды у нас имеется, ну не у нас, а у Влада. У Влада компании 9 транспортов, людей 30 человек, то есть все забито. Вот так вот, пацаны, получилось видео, надеюсь оно вам понравилось. Кто желает, можете писать Владу, я его номер телефона оставлю в описании, либо в комментариях под видео. Поэтому, кто желает к нему вступить, можете писать, потому что неактивных людей он выгоняет, если что, из компании. Я думаю, это совершенно нормально, потому что зачем тебе нужны работники, которые не работают. Должны работать все. И все, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, потому что подобного вроде бы еще никто не снимал. Поэтому давайте наберем на этом видео как минимум 200 лайков. Все, пацаны, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok